Всем большой привет, меня зовут Ангелина, я безумно рада видеть вас у себя на канале. Вы смотрите прохождение моего челленджа Апокалипсис. Поздравляю с наступившим днём рождения, спасибо большое, пап. Да, у нас воскресенье, у нас воскресенье, 9 утра, сегодня мы с вами должны будем сделать определённые покупочки. Воскресенье, прекрасный день, обожаю воскресенье. И да, интересный факт, у нас, если вы помните в предыдущей серии, когда мальчишки взрослели, то Рэндалл повзрослел первым. За счёт этого он у нас волшебным образом стал старше, чем Рой. Хотя вы прекрасно помните, что Рой родился первым, и именно он из двух близнецов является старшим, но теперь у нас, оказывается, старшим стал Рэндалл. Это, конечно, очень любопытно, мне кажется. Да, нам тут высветится усведомление о том, что у нас хочет отпраздновать день рождения Алиса, и скоро Джулия перейдёт в мир иной. Но на самом-то деле это должно случиться не скоро, потому что она у нас закрыла жизненную цель культурист. Вот, поэтому я, честно, не помню, там 10 дней добавляется, если я не ошибаюсь. Так, давай вымоешь руки ты, пожалуйста, дружище. Вот, у нас ночью шарашили грозы, но сейчас уже, как вы можете заметить, погода успокоилась, поэтому всё хорошо в этом плане. Алиса у нас сейчас на работе, я не знаю, возможно, это её последний рабочий день, просто она уже сама пошла на работу, я не стала её останавливать. Но, в принципе, я думаю, что я её уволю, и вот она у нас станет молодой, я думаю, что устрою её на какую-нибудь нормальную карьеру, вот, чтобы она у нас тоже приносила домой денежки какие-нибудь. Так, это я решила унитаз почистить, какой молодец, какой молодец, ну просто не могу с тебя. Да, я думаю, что я обязательно вам покажу тот момент, когда Алиса будет взрослеть, потому что ей выпадет, получается, последняя, третья черта характера. Вот, посмотрим уже на её такой, так скажем, финальный вид, как она у нас будет выглядеть. Ну что, друзья, пока что наши покупки состоят, вернее, в целой армии пылесосов. Так, а куда ты пошёл? Не надо, подожди. Я прикупила четыре пылесоса, честно, не помню, у кого у нас есть, у кого нету, но я решила, раз уж у нас всё равно на данный момент шестеро, да, получается, да, то пускай у каждого будет по одному пылесосу, вот. И что ещё? Вот такая вот смена обстановки у нас произошла в подвале. Я надеюсь, что это не запрещено правилами. В общем, я включила Move Objects и сопоставила все вместе эти наши жучковые фермы, потому что они, ну, занимают сами по себе очень-очень много места. А я видела у Светланки, что у неё всё так компактно стоит, мне, в общем-то, говорят, очень понравилось, и я решила, почему бы нам не сделать так же. И, по-моему, да, я ещё две штуки прикупила новых, итого у нас, я даже не знаю, сколько получается, шесть, девять, двенадцать. Двенадцать у нас на данный момент таких вот домика, и я заменила три наших генератора, которые у нас благополучно сломались, и прикупила ещё один. Вот. Прямо сейчас у нас Беатриса запускает вот эти вот три сгоревших наших генератора и заполняет ещё три, потому что у нас было биотопливо, оказывается, ещё с предыдущего раза. Вот, поэтому я решила, что, учитывая то, что нам нужно электричество, мы много очень с вами пылесосим, и вообще, поэтому, да, в принципе, я думаю, это не помешает никак. Вот. Ну, и, в принципе, больше ничего нигде не изменилось. Кстати, да, тут надо будет как раз-таки пропылесосить. Вот. Главные изменения произошли вот здесь. У нас тут прям очень много всего сейчас стоит. Потом, наверное, на следующей неделе я ещё прикуплю, получается, девятый генератор. Вот. Почему бы и нет? Почему бы и нет? Так. Да, Алиса у нас вернулась с работы. Алиса, я хочу, чтобы ты у меня пошла, вот, чтобы ты собрала воду и приняла душ. Вот, пожалуйста. В общем-то, что я хотела сказать? Опять-таки, я увидела у Светланки одну вещь, которая меня заставила очень сильно удивиться и задуматься. Она касается такого действия, как наставничество. Дело в том, что, я не знаю, почему, может быть, я уже сама себе это придумала, но я всегда, всегда была уверена в том, что такое действие, как наставник, нам выполнять нельзя. Что-то запрещает карьера преподавателя. Вот, клянусь вам, я это знала на все 100%. Так, у нас Джулия проснулась. Джулия, ты себя чувствуешь более-менее хорошо? Давай ты тогда тоже будешь мыть у нас руки. В общем-то, я была уверена в том, что нам нужно закрыть карьеру по университетскому преподавателю, и тогда у нас закроется доступ к действию наставничества, да, потому что у нас у Джулии прокачан фитнес, и она, в принципе, легко могла бы всех детей прокачивать. Что такое? А, ну вот сейчас гроза. Господи, боже мой, и из этого ты решила не мыться? Ну ладно, не хочешь, как хочешь, в принципе, я заставлять не буду. Значит, будешь в раковине отмываться. Не хочешь, как человек, принять душу в водопаде, стой возле раковины. И да, я смотрела тут недавно серии Светланки, и увидела, что она куда домашнюю работу? Не надо, зачем? Не надо выполнять тебе домашнюю работу. Так, а я не поняла, а ты где? А почему ты здесь? Можно тебя спросить? Давай, пожалуйста, ты будешь боксировать и не капризничать. В общем-то, я увидела у неё, что у неё там Симка достигла максимального уровня в навыке фитнеса. И Светланка говорилась о том, что, значит, она теперь сможет обучать всех остальных детей. Я подумала, как же так? Но это же вроде как запрещено. Я полезла в правила. И к своему просто, не знаю, невероятнейшему, огромнейшему удивлению я обнаружила, что там такого пункта нет. И у меня вопрос. А что же, собственно говоря, происходит? Неужели я действительно сама себе там что-то понапридумывала? Так, у нас, кстати, еда закончилась. Джулия, ты можешь, пожалуйста, давай приготовим жареную рыбу, потому что дети хотят есть. И я вот, ребята, тут подумала. Выходит, у нас Джулия действительно может помогать своим детям и помогать им прокачивать фитнес быстрее, да? Действительно ли она у нас может наставничать? А, кстати, Беатрис у нас потом будет чинить. Да, за всю починку в доме у нас будет отвечать именно Беатрис, потому что я посмотрела, какие навыки ей надо прокачивать. Чё, стоим? Не знаем, что делать. Давай помоем ручки. За всю починку у нас будет ответственная Беатрис, потому что для карьеры преступника, ну, если я правильно посмотрела, там нужен шестой уровень в навыке механики. Вот. Это там уже для того, чтобы перейти на десятую ступень. Вот. Что касается нашей Беатрис, у неё, кстати, с механикой всё даже очень неплохо. У неё уже четыре с половиной уровня, то есть, в принципе, я думаю, что и этот пункт она уже в скором времени у нас закроет. Да, я, кстати, настолько привыкла, что вот в этой ячейке был Рой, а здесь Рэндалл, что я, знаете, сейчас, когда хотела давать Рою действие, у меня немножечко произошёл такой этот... Немножечко сбилась я с Панталыку, как говорится. Да, в общем-то, я так поняла, что мы имеем право наставничать. Это же просто прекрасно. Это настолько замечательно, что у меня даже слов нет, если честно. Вот. Я очень сильно этому была удивлена. Если это действительно так, то это просто шикарные новости, в принципе, да. У нас и Алиса тогда совсем скоро сможет всех остальных, в принципе, тренировать. А ещё я вспомнила, что мы с вами закрыли карьёру разнорабочего, и теперь мы можем делать вот это вот прекраснейшее действие. Да, поэтому я достала вот наши из багажа семьи все кадочки, и сейчас Джулия занимается у нас посадкой, собственно, всего того, что у неё есть. Есть у неё много всего. Да, она сейчас сажает третий ананас. Ещё у неё тут есть пять корней тара, два кокоса, жвачное растение. Не, ну это мы, понятное дело, не будем сажать. Кокосы, наверное, посадим, и корни тара, корень кавы, может быть. Ну, в принципе, всё, что можно есть, я думаю, что мы сейчас посадим. Вот здесь мы посадим корень тара, или попробую кокос посадить. Я помню, в первой или в какой-то во второй серии, ну, в общем, в самых начальных сериях я схватила штраф из-за того, что пыталась посадить эти кокосы. Ой, да, конечно, поэтому воспоминания. Такие, ностальгические. Вот, кокосы смогла посадить или нет? Я помню, что у нас там что-то, какие-то проблемы были. Кокос не даёт ростки в более просторном месте. Я точно помню, что у Трис есть кокосы, у неё там кокосовая плантация была в этой, в подвале, да? Ну, это, конечно, странно. Так, почему-то не получается, ладно. Вот, в общем-то, да, наконец-то у нас появится сад, и нашему Рою будет что кушать, потому что, видите, он у нас тут поел рыбы, всё ему плохо. У него тут был уже грустный мудлет, что, типа, он предал свои принципы, и вообще всё это так ужасно, всё так печально. Да, поэтому, конечно, вот этот вот сад и молоко, да, которое нам даёт коровка, это очень сильно ему необходимо. Да, кстати, надо будет, ой-ой-ой-ой-ой-ой, надо будет поухаживать, конечно, за коровой и позвать какао, а то ей там совсем что-то плохо. Это, конечно, не дело. В общем, я сама не поняла, каким образом, но у нас уже настал вечер, уже вечер воскресенья, да, к сожалению. Наша Джулия сейчас покормила всё вот это вот огромное хозяйство, действительно, оно теперь просто огроменное. Сейчас она получает биотопливо и будет заправлять наши генераторы. Да, в общем-то, говоря, что мы делали? Мы, на самом деле, практически целый день занимались уборкой, то есть у нас где... Ну, вот у нас, кстати, проросли уже некоторые растения, вот, и ананасы, и корни тара, да, практически все катки мы заполнили. У нас чистый минус второй этаж, минус первый, первый получается, да, чистый. Это, кстати, не знаю, кто ещё не забрал свои два пылесоса. Второй этаж, да, только надо будет выкинуть мусор, а так он получается у нас тоже чистый, это хорошо. Тут у нас мальчишки целый день трудились. Вот, третий этаж у нас ещё не совсем чистый, но нормальный. То есть, знаете, по крайней мере, у меня Симы ходят в счастливом настроении, у них какие-то вообще разнообразные эмоциональные состояния, в том плане, что они не по жизни в каком-то жутком дискомфорте, да, у них там и возбуждение, и вдохновение какое-то проскакивает. Ну, в общем, это просто песня, на самом-то деле. Очень так интересно оказывается с этим играть, когда Симы перманентно неплохо. В общем-то, такие дела. Утром у нас будет взрослеть Алиса, я думаю, что я включусь как раз-таки уже на этом моменте, вот. Ну, а так у нас тут небольшой клуб чтения организовался, и пока что, в принципе, в принципе, вот так. Ну что, друзья, у нас настал понедельник, уже 7 утра, и я включилась, потому что у нас вот-вот должна взрослеть Алиса. Она у нас весь день спала, проснулась только под ночь, как вы могли, наверное, заметить, поэтому до утра стояла тут возле груши. И, в принципе, в принципе, у неё вот 74% девятого уровня, то есть, конечно, да, до своего молодого возраста она не успела достичь девятого уровня, но, в принципе, как я и прогнозировала, если помните, я хотела с ней достичь хотя бы восьмого уровня, и я говорила, что мы вроде как должны это сделать. Собственно говоря, так и получилось. Мы действительно успели и достигли восьмого уровня за подростковый возраст, что, в принципе, мне кажется, отлично. Девчонки, я думаю, тоже должны это всё осилить, потому что у них уже по седьмому уровню. Ну, а мальчишкам, конечно, да, вот у Роя вообще даже вообще ничего не начато, Рэндал кое-как что-то где-то преуспел, а у Роя совсем всё в этом плане нехорошо. Вот оно, взросление нашей Алисы. Да, всё, ребята, она у нас стала молодым персонажем. И, да, 20 лет. Кто сказал, что 20 лет-то не круто? Конечно, круто. Напоминаю вам, что она у нас гений, она у нас отважная, и жизненная цель ей выпала Тайна Стрэнджервиля. Давайте же посмотрим, что у нас будет, какая у нас будет третья черта характера, что ей выдаст генератор, и какой уже она будет у нас, скажем так, в своей финальной версии, в финальной комплектации. Танцмашина, обалдеть! Ну, в принципе, для Апокалипсиса это вообще абсолютно нейтральная черта характера, но характер у меня вышел такой, я могу сказать, что интересный довольно-таки, абсолютно без отрицательных черт. То есть у нас получилась такая умная девушка, уверенная в себе, отважная. Да, ребята, вот такая вот у нас Алиса, красотка, только поглядите на неё. Ой, как она мне нравится! Широкоплечья такая, сразу видно атлет, ну и лицо, конечно, лицо. Я думаю, тут к бабке не ходи, это просто вот, это просто маршал, это просто маршал номер два. Так, ну и что, Алиса, ты сможешь ещё здесь побоксировать, а? У тебя получится или нет? Ну, в общем, красотка, красотка, я так считаю, да. Отлично, мне очень нравится, какая она у нас получилась, красивая симка, вот. И фигуру поправила, и вообще всё у неё замечательно, и карьеру уже свою закрыла. Да, кстати, по поводу карьеры, нам нужно будет с вами уволиться, да, с этой вот, с оператора-экскаваторов, и устроиться на другую карьеру, вот. Я просто думаю, может быть, она всё-таки до девятки добьёт, хотя она уже не в возбуждённом состоянии, ну, ладно, будем смотреть, конечно. Так, в школу у нас никто не идёт, ни в коем случае, никакой школы, всё, вы уже своё отучились, отработали, ничего не знаю. Так что, да, вот такие вот у нас дела, Алиса теперь молодая, ну, слушай, может, всё-таки добьёшь до девятки, а? 82 процента, было бы просто шикарно, добила бы до девятки, я бы тебя отправила спать со спокойной душой. Ну, в общем, я ещё тут с ней посижу, посмотрю, но нет, уже всё-всё, она уже устала, она уже не может, всё, ну, ладно. Ну, почти, ребята, вот за подростковый возраст, почти девятый уровень, мне кажется, что это хорошо. У нас тут, кстати, смотрите, какую красоту навели, я даже не знаю, что это, или это вот этот вот злой призрак, который у нас тут летает, или это от грозы, ну, в общем. Вот эта вот верёвка для белья у нас вообще сгорела, к фигам получается, получена компенсационная выплата, спасибо. Вот эту вот хотя бы можно починить, ну, а вот эту, это уже только в следующее воскресенье, конечно, мы сможем заменить. Да, я хочу, чтобы Алиса ещё, кстати, перед тем, как пошла спать, пообщалась с какао, подоила её, погладила, вот, потому что я за неё переживаю, откровенно говоря. Жуткий дискомфорт, всё понятно, сейчас у нас фиг пообщается, возраст, старость. Ну, в общем, пока что у нас счастливая, радостная коровка, кушает песочек, всё как обычно, всё замечательно. Да, надо будет, кстати, я думаю, потихонечку уже чистить багаж нашей Джулии, вот от этого вот всего добра, передавать это всё детям. Да-да-да, мы прогуливаем школу, мы знаем, мы знаем, ничего страшного, ничего, всё нормально, без школы мы у вашей справимся, мы же апокалиптики, поэтому, да. Да, вот, ну давай, давай, пожалуйста, проведи время с какао, вот, правильно, погладь её вот так вот, покорми, конечно же. Вот, всё правильно, надо побаловать нашу животиночку. Ну, эх, жалко будет очень расставаться, конечно, но, тем не менее, что поделать. Ладно, я тебя поняла, какао у нас возмущается, говорит, я ещё не помираю, что вы от меня хотите? Так, и ты у меня сама встала и идёшь на работу, да? Слушайте, она у нас сейчас опоздает, что ли, или чё, или как? Нет, вроде она не опаздывает, потому что будет очень-очень обидно и досадно. Давай, Джулия, беги, беги на работу, я что-то совсем про неё забыла, это, конечно, очень плохо. Но она у меня, она у меня суперсимка, она у меня и так молодец, сама встала, проснулась в отличном настроении, пошла на работу. Всё просто прекрасно у неё, молодец, просто молодчина. Давай там упорно поработаешь, может, прибавку к зарплате выбьешь. Так, мистер, пожалуйста, будьте добры, успокойтесь. Так, нам, кстати, счета пришли, у нас снова почтальон, кстати, Итан Хэнди. К сожалению, это снова мужчина, а не девушка. Вот, Итан Хэнди, ага, ну такой, знаете, ой, такой очень, я бы сказал, недовольный жизнью, но, в принципе, симпатичный. Да, мне нравится, каких почтальонов нам даёт игра. Мне кажется, что очень так даже неплохо, неплохо. И сколько там у нас? Две тысячи! Ну, в принципе, ладно, окей, мы много пылесосили, я всё понимаю. Так, друг, собрать воду, принять душ. Пожалуйста, давай. И да, сегодня я буду уже отправлять мальчишек к боксёрской груши, потому что уже пора на самом-то деле, вот, потому что им тоже, конечно же, нужно прокачаться. Так, всё, Алиса у меня наконец-то спит. Да, раковины и вот это вот всё. В общем, всё, что у нас сломалось, это всё ждёт нашу Беатрис, потому что ей нужна механика. Было бы прекрасно, если бы она за подростковый возраст и добила этот свой шестой уровень. Вот, сколько ей осталось? Четыре дня. Ну, в принципе, можно было бы постараться, мне кажется. Вот, и тогда я посмотрела, ей нужно развивать навык пакостей. До десятого уровня нужно будет аж добить, представляете? Вот, поэтому сейчас у меня Беатрис, я чувствую, будет подкалывать просто всех подряд, всех братьев и сестёр. Вот, будет шокером баловаться. Ну, в общем, такая она у нас девчонка с характером получилась. Наш Рэндал только-только начал свой путь в большой мир фитнеса. Вот, у него только-только сейчас получился первый уровень, сейчас он набирает второй, конечно, да, видно, что ему это всё очень тяжело даётся. Рой у нас ещё даже не приступал, он у нас занимался нашей какао, он, вон, таил её и вообще ухаживал за ней. А, дружище, у тебя же есть молоко? Давай ты попьёшь, я надеюсь, что вегетарианцы могут пить молоко или нет. Вот давайте сейчас заодно и проверим, насколько сильно у нас, насколько жёсткие вегетарианцы в рамках 74. Потому что, да, рыбу он есть не может, ему прямо от этого плохо. Что, не можешь молоко пить, что ли? Ты, этот, ну ты же не лактозник. Слушай, ну вегетарианство разное бывает, но давай, пожалуйста, попей молока, дорогой мой. Неужели, ну неужели тебе совсем от него плохо станет? Так, Джулия, ты как? Так, изучить, что ты хочешь, изучить растения. А, кстати, что у нас с растениями? А чего ты жалуешься? Боксировать. Ну давай, побоксируй. Вот, ты отлично у нас стала. Возбуждённая, это то, что нужно, это просто супер. Так, у нас тут что с ними, кстати? Вырвать. Вырвать, ну пока что, но всё не плодоносит. Но я уже слишком много, наверное, хочу. Вот, мы же всё-таки только посадили. Давай мы польём всё. Вот, Джулия, давай мы польём всё. И в принципе, наверное, было бы неплохо, если бы мы, конечно, стиркой позанимались. Вот, потому что, да, у нас тут со стиркой полная беда на самом-то деле. Ну что, у нас уже, в принципе, все дети выдохлись. И держится у нас только наша фитнес-вумен по имени Алиса. Да, и сейчас она уже у нас набирает свой десятый навык. Вот, у неё уже 18% набрано. Да, поэтому я попросила Джулию, чтобы она помогла Алисе поскорее, знаете, поскорее вот закрыть этот навык и всё, уже просто забыть. Так, в общем-то, у девчонок, кстати, тоже отличные успехи. У Беатрис восьмой уровень. Ракель, конечно, до восьмого не добила, у неё седьмой. У Рэндала у нас второй, но тут практически третий. И то же самое, второй, почти третий, у Роя. Вот, поэтому вот такие вот у нас успехи по фитнесу. Тут у нас на этом этаже обитают вот эти вот злытни. А я хочу, чтобы у нас Беатрис пошла сюда и постирала, потому что у нас просто какая-то беда с бельём. Кстати, вот тут вот они, знаете, пришли к нашим генераторам, да. Смотрите, смотрите, так ходят вокруг наших генераторов, которых у нас уже получается восемь штук. И так и посмотрите, так и смотрят, так и смотрят. Думают, что тут слишком хорошо они живут, по-моему. По-моему, пора это всё заканчивать веселье. Сейчас как тут, сейчас как наплюю огня. Смотрите, один возле ферм летает, жучковых, да, а второй возле генераторов. Просто, просто прекрасно, я считаю. Беатрис, Беатрис, как твои дела? У Беатрис, конечно, дела не очень. Боже, шесть куч. Шесть куч. Ну, давай, перемещай в мир. Так, чего ты проснулся, бешеный, а? Ишь ты, холерик мой, давай. Давай, пожалуйста, ты будешь спать. И ты чего подскочил? Давайте, всё, дети, спите. Дети мои, спите, не волнуйтесь, там всё хорошо. Так, а у вас тут как дела? Скажите мне, пожалуйста, ты... Так, а, а, тут что-то... А, всё понятно, слушайте, темперация, наконец-то, молодая? Подождите, она же была взрослая. В смысле? А как это работает, ребят? Я же точно помню, что они с Гидри были вместе одного возраста, что они были взрослые. А как это, а как это работает? Объясните мне, пожалуйста. Очень, конечно, любопытно, очень интересно. Подождите, идти сюда. Девочки, не пугайте меня, не пугайте меня, бога ради. Скажите, пожалуйста, что вы можете оттуда выйти, что вы не оказались в ловушке. Ну, Джулия, давай, уверенной походкой. Давай, давайте, пожалуйста, девочки. Девочки, не глючим, не глючим. Так, Беатрис, пожалуйста, поднимайся наверх, солнце моё. Давай, давай, не бойся, не бойся. Я смотрю, я за ним слежу. Ну, куда ты пришла? Зачем ты сюда пришла? Расскажи мне, пожалуйста. Боже мой. Джулия, Джулия, вот сегодня ночь тяжёлая. Вот раньше, потому что вот все эти предыдущие серии вообще было без проблем, к нам вообще никто не приходил, абсолютно. Вот просто абсолютнейший. Так, иди сюда. Иди сюда, пожалуйста. Джулия, ну куда ты? Ну куда ты? Я извиняюсь за выражение, прёшься. Иди сюда. Нет, давай лучше сразу иди спать. Так, что такое, Алиса? Алиса! Послушай меня, пожалуйста. А кто это? Здравствуйте. Ни фига себе у нас тут происходит. Чё? Ребята, я ещё, конечно... Я всякое видела, но такого я ещё не видела. Ты кто? Лена. Лена, да? Лена Якобс. Ё-моё. Офигеть. Офигеть. Я, конечно, балдею. Так, Симы, дорогие, давайте, пожалуйста, вы будете меня слушаться, потому что иначе у нас с вами ничего не получится. Алиса! Алиса, а ну иди сюда. Быстро. Быстро. Давай. Давай, пожалуйста. Вот, смотрите, Беатрис уже послушалась меня. Девочки, давайте, всё, спокойно. Чем быстрее вы отправитесь спать, тем лучше вам будет. Давай, всё, Алисочка, не бойся, зайчик, не бойся. Всё нормально, всё хорошо. Нет, Алисе прям плохо. Смотрите, как её прям жмыхнуло. Слушайте, она не может никак успокоиться. Офигеть! Офигеть, как Алису, как Алису переклинило. Беатрис, давай, пожалуйста, не стой. Давай ложись спать. Если не получится, то подремишь. Боже мой. И нужды просто в топку. Вот они, когда вот так боятся, у них нужды скачут просто ужасно, на самом-то деле. Темперация! Ты что она делала? Скажи, пожалуйста, где она вообще делась? Мне очень интересно. Вниз, что ли, пошла? Да, точно, вниз пошла. И бабочки. У нас тут жуткая жижа, какие-то символы сакральные начертаны. Да, темперация, которая резко стала молодая. Какие-то лужи непонятные из-под кого. В общем, веселая ночка у нас сегодня, по-другому и не скажешь. Действительно. Вот, честное слово, давно такого не было. Очень давно. Кошмар. Я все понимаю. Я все понимаю, зайчик. Боже мой. Приперлись прямо сюда. Вы посмотрите. Темперация. Ну вот что ты делаешь? Зачем? Вот зачем нужно было прямо сюда приходить и раскидывать тут свои вот эти тыквы? Я чуть не сказала. Тыква, апельсиновый сок. Ничего себе. Какие тыквы? У меня в голове уже Хэллоуин какой-то. Вот эти вот куклы тут раскидывать. Вот зачем ты сюда пришла? Смотрите, смотрит. Вообще не понимаю, завидует она или что. У нее с Гидри ничего не получается. Видит, что Маршал тут приходит каждый день к своей жене. Тут караулит ее сон, знаете ли, да. А у нее вот такая вот выходит несчастная любовь. И что? И что? Ты завидуешь? Темперация. Вот зачем ты так? Вот ты ж мне так нравишься, а ведешь себя так плохо. Вообще. Неисправимая какая-то. Неисправимая вредная симка. И мне очень нравится то, что у нее так скаканул возраст. И ты молодой. Слушайте, Гидри был взрослый. Я вам клянусь, я же смотрела специально. А сейчас он стал молодой. Это как вообще? Это как вообще у них там что работает, мне интересно? Призрачная вот эта система. Но вот это, это вообще просто. Елена, вы звезда. Вы просто звезда сегодняшней серии. Да. Я только хотела ее сфотить, а звезда ушла. Звезда ушла, но обещала вернуться. Так. Да, давайте. Вы уже, кстати, у нас скоро будет утро. Вы давайте тоже уходите. Пожалуйста. Потому что вы как бы вот, вы как бы вот нас мешаете. Честно говоря. Гидри у нас, наверное, с маршалом общается. Говорит. Ты уж прости, дружище. Она такая, знаешь, у нее темперамент, ну просто, просто оттас какой-то. Мне так стыдно за нее. За то, что она делает всякие вот эти вот гадости. Ты уж прости, дружище. Но я никак не могу на нее повлиять. Пойду-ка я спрячусь под одеялом от вас, ребята. Потому что что-то мне не по себе. Четыре куклы у нас в одной маленькой крохотной комнате. Так. И что ты будешь делать? Хочешь пофлиртовать, да? Скажи, Гидри. Ну, может быть, прямо сейчас ты примешь мой поцелуй. После всего того, что ты тут натворила? Нет, темперамент, я не хочу. Ах так? Ну, все понятно. Кстати, я тут решила посмотреть сведения о счетах. И у нас, как всегда, с электричеством все гораздо вообще намного лучше, чем с водой. Воды у нас 41, электричеством вообще 207. Вот. В принципе, мне нравится, как мы идем. Потому что я понимаю, что это нам пригодится очень в будущем. Учитывая то, что, во-первых, мы каждый день очень много пылесосим. То есть там вообще в 12 рук получается. Да, на каждом этаже. На каждом из наших пяти этажей мы пылесосим. Плюс ко всему, когда у нас появится какая-нибудь карьера, которая связана с компьютером, да, то, конечно же, нам нужно будет там очень много времени проводить. Для этого нужно будет очень много электричества. Да, кстати, я тут за кадром почистила багаж Джулии. Передала молоко неиспорченное Алисе, которое можно было передать. Вот. И вообще все, что можно было передать, я ей передала. Теперь этот весь хламовник перешел Алисе по наследству, так скажем. Да. И на самом деле это тоже заняло очень так нормально времени, потому что у Джулии было 62 бутылки молока. На минуточку. Вот. И осталось сколько там? Осталось 14, которые я уже не смогла перетащить. Ну, а тут я оставила ей горшок. Этот, не знаю, испорченную рыбу. Вот эту ягодку, да, мадам Зоуи. Вот. Дизитальное улучшение кухонных приборов. Ну, кстати, вот это ж тоже можно Алисе передать. Вот. Почему бы нет? Да. Все. Давай, ты не будешь больше ничего выбрасывать. Давай, ложись спать. Вот. В общем-то, у нас вторник, 7 утра. Да. Я так полагаю, что наша дама потихо успокоилась более-менее. Вот. И кое-как мы эту ночь пережили. Но это было довольно-таки тяжело. Надо сказать, давно у нас такого трешика не было. Все. Я так понимаю, что у нас темперация сваливает на красном кабриолете, да? Судя по тому, о чем она подумала. Ну и отлично. С катертью дорожка. Очень ты сегодня, конечно, себя плохо вела. Вот прям вообще не понравилось мне. Да. И у нас, кстати, лисы начали по дому бегать. И я переживаю теперь, что они будут ли они у нас с кустов воровать урожай. Кстати. Кстати. Подождите. У нас ни разу ничего не плодоносило. Нет. Ну, ребята, ну не может такого быть. У нас не было никаких выдавлений о том, что, типа, вот в доме рыжая воровка, да? Прячьте, там, прячьте кур, прячьте яйца. У нас никаких выдавлений не было. Ну, не могут же они, правда, с кустов воровать. Ну, это же слишком. У меня, кстати, все поголовно смотрят на этот мольберт. Не понимают, что с этим делать дальше. Да. Ну, в общем, ребят, буду я на этом заканчивать уже эту серию. Вот. В принципе, что у нас? За эту серию у нас произошло взросление Алисы. Она у нас стала молодой. Да. И что? Достигла девятого уровня навыки фитнеса. Это, в принципе, очень хорошо. Я очень за нее рада. Надеюсь, что в ближайшие дни мы сможем фитнес уже полностью закрыть. И все у нас будет хорошо. И будет теперь же, да, Алиса у нас тренировать всех остальных. Ну, а пока что я буду с вами прощаться. Всем огромное спасибо за внимание, за то время, которое вы мне уделили. Всем до новых встреч. Всем пока.